Здравствуйте! В студии Олеся Акинфеева. Вы смотрите «Прямой разговор». На настоящий момент в Московской области выявлено почти 480 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это данные на начало недели. А уровень коллективного иммунитета коронавируса в Подмосковье достиг 64%. О ситуации конкретно по Серпухову поговорим с директором МКУ Управления по обеспечению социальной гарантии Марии Костовой и заместителем главного врача Серпуховской ЦРБ, врачом-терапевтом Екатериной Прокофьевой. Мария, Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Мы начнем, наверное, с цифр. Сколько сегодня пациентов у нас в инфекционном стационаре и насколько сложна у нас обстановка с заболеваемостью? Обстановка в настоящее время ухудшилась, намного ухудшилась. То есть на территории города, по официальным данным, у нас более 8 тысяч пациентов, которые с официальным подтвержденным диагнозом коронавирус. То есть они обращались к врачу именно? Да, это непосредственно ПЦР-мазок подтвержденный. В настоящее время у нас, получается, сравнивая статистику, еще месяц назад у нас в неделю было выявлено по ПЦР-тестам по нашим лабораториям около 100 человек, до 150 в неделю. Это уже осенний период начинался, который возросло. На этой неделе у нас уже больше 300 выявленных ПЦР-тестов, поэтому мы с вами видим, что уже в два раза, считай, за месяц у нас увеличилась диагностика, то есть выявляемость именно подтвержденный ПЦР-тест коронавирусом положительный. Поэтому ситуация ухудшилась намного, и мы в очередной раз пришли поговорить об этом, рассказать, какие меры есть, да, и то, что в настоящее время предпринимается Министерством здравоохранения, распотребом. Например, 11-го, 10-го, это буквально неделю назад, главным государственным врачом Московской области было подписано новое распоряжение, где говорится, что какой контингент должен обязательно пройти вакцинацию, и это увеличение процента. Было 60%, мы об этом говорили, да, какие предприятия, организации, общественное питание, оказание услуг, да, сферу услуг все должны были от коллектива 60%, в настоящее время от 11-го, 10-го у нас увеличено процент 80%. То есть 80% в каждом коллективе должно быть привито пациентов для образования иммунитета. А какой срок? То есть те, кто не успел летом это сделать или не захотел, сейчас до какого срока должны? Получается, первый компонент вакцины должны получить до 10-го ноября, и второй компонент вакцины до 10-го декабря. Поэтому сроки официальные уже, все информация распространена, организации это оповещены, плюс по вот этому постановлению у Роспотребнадзора будут определенные формы заполнения. Я думаю, как летом было в госуслугах заполняли, каждый или ИП, или организация, юрлицо. Поэтому контроль также застается за Роспотребнадзором, потому что это штрафные санкции, да, от юрлица, физлица. Поэтому расслабляться и некогда, и даже такими способами, которые Роспотребнадзор и санитарный врач. То есть если мы сами не смогли создать, значит, будут такие меры приниматься. Более жесткие. В инфекционном стационаре у нас все койки заняты, нет свободных? Да, на сегодняшний момент у нас организовано 100 коек. То есть это, в принципе, стандартный такой коечный фонд нашего инфекционного стационара. Все 100 коек, они заняты. В реанимации по состоянию на сегодняшний момент у нас находится 12 человек. Один пациент умер. Ну, это сводки за вот... Сейчас обновление еще будет, скорее всего, да, там прибавится количество пациентов. Плюс от 15-го числа у нас дополнительно развернуты койки легкого стационара в количестве 30 штук, да, на базе терапевтического отделения. И они уже заняты или еще просто... Ну, то есть, как бы, для доступности от именно в тяжелом стационаре, да, те пациенты, которые уже стабильные, то есть мы их переводим на легкие койки, но пациенты еще продолжают лечиться, наблюдаться. Вот. А на эти койки, которые в инфекционном, именно, да, инфекционный стационар, мы госпитализируем по скорой помощи, то есть по маршрутизации нам везут тяжелых пациентов. То есть это как бы потому, что, да, есть пациенты, которые по срокам уже, в принципе, стабильно себя чувствуют, да, но выписать на амбулаторное лечение пока мы их еще не можем. Вот. Для этого мы и организовали эти койки. Плюс с 15-го числа также поступило у нас распоряжение 209Р от Минздрава Московской области о том, что вот на этих 100 койках, 30 из которых мы должны будем перепрофилировать в детские койки. Да, потому что ситуация с коронавирусной инфекцией сложная на сегодняшний момент. И мы с вами наблюдаем, как я ранее, да, уже говорила, что также и детскую заболеваемость, мы начали отмечать, что течение данного заболевания начало проявляться у детей. Как детский организм реагирует? Ну, смотрите, если раньше, да, у нас в основном детки болели бессимптомно, там небольшая субфибрильная температура к пару дней, и все было нормально, то сейчас мы выявляем случаи, когда у детей и развивается пневмония, да, и тяжелая форма пневмонии, и с признаками дыхательной недостаточности. Был у нас такой ребеночек 10-летний, мы его маршрутизировали в другой город. Вот, вот, сейчас у нас на сегодняшний момент 30 койк нам надо под детей перепрофилировать. Шесть уже, так скажем, готовы, да, под загрузку. Вот на выходных уже три ребеночка госпитализировали, одному из которых два годика, да, то есть подтвердили, значит, у него скорая помощь, когда приехала на вызов, подтвердили пневмонию вирусную, то есть, соответственно, госпитализация с родителями. Сразу хочу сказать, что вот у трех пациентов маленьких наших при сборе анамнеза родители ни один, ни второй не привиты. Поэтому, когда я поднимаю тему по поводу вакцинации, мы с вами должны понимать, что, ну, если мы не хотим о себе подумать, да, надо хотя бы подумать о своих детях и о своих престарелых родителей, да, о своих пожилых, с кем вы проживаете. То есть это очень серьезный вопрос в свете того, что все-таки у нас, мало того, что само заболевание начало протекать, ну, не то чтобы нетипично, но не так, как это было в первую волну, да, то есть у нас уже прям на протяжении нескольких дней могут отмечаться там незначительные катаральные явления, протекать под маской обычного ОРВИ, вот, да, и все это потом выливается в то, что это оказывается ковид, да, то есть если... Ну, резко становится плохо. Да, 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 резко. И еще самый такой тоже очень интересный момент, в этот раз мы отмечаем большое количество заболевших пациентов молодого возраста. То есть даже сейчас загрузка в стационаре, у нас очень много пациентов возраста 30-35 лет. Раньше в основном это были пожилые пациенты, да, хронические пациенты, сейчас у нас, значит, обращаются пациенты молодые, не имеющие там какого-то сопутствующего заболевания, да, вот, и причем таки очень даже тяжело. По поводу, опять-таки же, параллельно, да, параллель проведем по вакцинации. 80% госпитализированных у нас в инфекционный стационар люди непривитые. Те, которые вот оставшиеся 20%, они привитые, они, как правило, вот средней тяжести. В реанимации таких пациентов нет. А в чем проявляется вот эта средняя тяжесть? То, что какие у них... Ну, понимаете, мы сейчас, согласно рекомендациям, да, в лечении наблюдения таких пациентов официальных, мы можем госпитализировать пациента даже с КТ-1, если у него есть сопутствующие, там, сахарный диабет, ИБС, там, если инфаркт был в анамнезе. Сейчас еще мы не забываем, что очень часто начал проявляться, так скажем, гиперкоагуляционный синдром, сопутствующий идет, то есть это то, что у нас ведет к повышенному тромбообразованию. То есть когда заболевание только-только начиналось, в первую, да, там у нас волну, вот, такого количества осложнений в виде тромбообразования не было. То есть очень часто у нас, вот, в частности, молодые пациенты, вот недавно женщину 45 лет, молодую женщину тоже, в принципе, без каких-либо сопутствующих заболеваний, мы маршрутизировали манеки, потому что у нее вот тромбоэмболия, легочная артерия развилась на фоне ковидной инфекции. То есть это очень такая тяжелая ситуация, вот, поэтому еще раз проведу параллель, да, что мы отслеживаем вот прям четкую взаимосвязь, что вот если тяжелые в реанимации, скорее всего, непривитые, так оно и есть. Спустя два месяца после того, как пациент переболел, уже прошла такая, скажем, и реабилитационный период, после заболевания, такие пациенты могут пройти углубленную диспансеризацию в своей поликлинике или участкового терапевта, или у нас в ЦРБ непосредственно открыто отделение Центра здоровья на базе второй поликлиники на физкультурной 18, то есть там есть кабинет, который мы можем делать, потому что таким пациентам, как правило, ну, и желаний, естественно, нет, да, то есть сидеть в общей очереди, и состояние тоже пока еще не позволяет, то есть там, минуя основной поток пациентов, можно будет обратиться и сделать все необходимые дообследования, которые предусмотрены углубленной диспансеризацией. Но люди идут, пользуются такой возможностью? Люди идут, да, пользуются, но это опять-таки же сразу говорю, что это не одним днем проходит, да, то есть у нас структура ЦРБ большая, вот, опять-таки же все по показаниям, то есть кому-то необходимо пройти там анкетирование и контрольно, да, сдать анализы крови, вот, кому-то необходимо, возможно, КТ-исследование дополнительно провести, спирометрия, тест шестиминутной ходьбой, то есть для выявления дыхательной недостаточности, да, недостаточность кровообращения, сердечно-сосудистых, каких-либо проблем на фоне того, что человек переболел ковидом, то есть это все уже, так скажем, по ситуации мы смотрим в индивидуальном порядке. Мы с вами так или иначе в ходе разговора обращаемся к теме вакцинации, а вообще как совместить вакцинацию от коронавируса и вакцинацию от гриппа? Ну, смотрите, у нас, значит, в обязательном порядке, да, в принципе, уже все наши пациенты об этом знают, те, которые более ответственно относятся к своему здоровью, к здоровью своих близких, что, значит, между вакцинациями должно пройти не меньше одного месяца. Поэтому те пациенты, которые вот именно сейчас определились, по поводу вакцинации, я говорила еще в начале сентября, то, что те, кто не привился от ковида, быстренько прививаемся, потому что через месяц у нас уже все-таки идет разгар ОРВИ, простудных заболеваний, то есть не раньше, чем через месяц вы сможете вакцинироваться от гриппа. Или же наоборот, то есть сначала мы прививаемся от гриппа, от гриппа мы не забываем, да, она все-таки однократная прививочка, а от ковида мы уже прививаемся, как положено, да, там идет двукратная вакцинация, вот, поэтому здесь, об этом, конечно, в идеале надо было позаботиться еще вот прямо в конце лета. Ну, знаете, как это всегда будет идеально. Да, поэтому мы все-таки, да, мы все-таки настаиваем на то, что вакцинироваться надо и от того, и от другого, потому что, знаете, вот, если чисто теоретически рассуждать по ситуации, симптоматически вот эти два заболевания, грипп и ковид, они чем-то схожи. Они схожи, если, например, у гриппа проявляется осложнение в виде той же пневмонии, это та же самая будет вирусная пневмония. И на КТ будет та же самая картина матового стекла, вот как мы при вирусной пневмонии это все наблюдаем. И, понимаете, если, не дай бог, получится такая ситуация, что пациента вот с этой вирусной пневмонией, но пока еще непонятно, ковидная она или на фоне гриппа, этот пациент у нас будет госпитализирован в инфекционное отделение, где мы лечим ковид, то есть мы с вами должны понимать, что ситуация будет на 90% не с лучшим вариантом исходом. Поэтому мы пациентам своим объясняем, вы должны себя защитить и от того, и от другого, чтобы, не дай бог, не произошла вот такая ситуация. Потому что сами мы понимаем, да, естественно, при госпитализации мы возьмем мазочек, мы все, но результат, он будет у нас сейчас, да, 24 часа, то есть эти все сроки, они, так скажем, урезаны максимально, но опять-таки же это вот не через... Да, естественно, у нас есть методы исследования в стационаре при госпитализации метода МХ, где мы очень быстро все это делаем, да. Но ситуации могут быть разные. Вот, поэтому здесь все-таки надо в первую очередь нам обеспечить то, чтобы не произошло вот именно на слойке вот этих двух заболеваний. Потому что если пациент, поступивший в инфекционное отделение с вирусной пневмонией на фоне гриппа, еще сверху наложится у нас ковидная инфекция, это даже представлять не надо, то есть это ничего хорошего не будет. Ну, смотрите, как тогда правильнее поступить сейчас человеку, который не прививался ни от коронавируса, ни от гриппа? С какой прививки начать вот на данном этапе, вот в октябре? Ну, на сегодняшний момент, я так думаю, что, наверное, все-таки надо сначала привиться от ковида, потому что, да, понятное дело, здесь уже сложно будет, потому что вот все-таки... Потому что и опять же промежуток, который надо будет соблюсти. Да, естественно, нам нужно будет соблюсти вот этот вот 21 день между двумя вакцинациями, двумя компонентами, а потом уже прививаться от гриппа. А есть ли смысл потом получится у нас в декабре от гриппа прививка? Ну, организм стимулирует, да, все равно? Естественно, да. Просто мы, ну, должны тоже, опять-таки же, понимать, что заразность именно ковидной инфекции, да, она выше, чем гриппа. Вот, хотя они, как я уже говорила, немножечко схожи между собой по симптоматике, вот, именно в плане осложнений. Естественно, в ковид, он более стремительно протекают осложнения, то есть там на протяжении, в течение пяти дней может уже развиться пневмония вирусная, вот, или там долгое время пациент будет ходить, и кроме как слабости, да, там небольшой субфибрильной температуры, ничего не замечать, там две недели, да, как бы просто вот не понимать, что происходит, а потом на КТ там 70-60% поражения легочной ткани. Вот, при гриппе, конечно, там все более так поэтапно идет. Вот, естественно, там сразу у нас основные, да, симптомы гриппа, это инкубационный период от суток до семи, то есть, да, если мы сконтактировали с пациентом, с больным, то в течение одного-двух дней может уже развиться симптоматика. Это, как правило, высокая температура, 39-40, прямо в первые же, как говорится, дни, резкое начало. Вот, ломота в теле, боль в мышцах, в суставах, головная боль, да, вот высокая температура, то есть грипп у нас, как правило, протекает прям вот, прям... Ну, хрестоматийно, да, 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 в этом плане. Также, в принципе, может, я говорю, ковид в этом плане, он непредсказуем. У кого-то он сразу проявляет свои, да, основные симптомы какие-то, а может, да, а может, вот, протекать в таком полуспящем, да, состоянии, что вроде пациент понимает, что с ним что-то происходит, вот, а с другой стороны, вот, и когда уже потом в анамнезе начинаешь разбирать эту ситуацию, выявляется, что кто-то там на работе ходил, да, с температурой, и в итоге... Или там, может быть, анамнез у нас отягощен в плане, там, из-за границы кто-то приехал, да, из близких, то есть мы тоже это в обязательном порядке уточняем у пациентов, когда собираем анамнез по ситуации с ковидом. То есть... Ну, если к статистике возвращаться, то при ковиде смертность, даже не знаю, в 10 раз больше, чем при гриппе, потому что, наверное, можно тоже проанализировать грипп и вакцинация от гриппа уже многие года, да, более-менее как-то все равно сформируется, да, и врачи сразу понимают, почему вот опасности все равно на ковид, как Екатерина Викторовна говорит, что и по-разному, и смертей намного больше, то есть если даже сравнивать показатели по России, по городу, по Московской области, сопоставлять грипп и ковид на одном месте никак нельзя, то есть ковид, раз у нас сейчас такая вспышка опять идет, то, конечно, вакцинация, наверное, в приоритете от ковида, чтобы хотя бы там через полтора месяца иммунитет выработался, организм почувствовал в следующий раз, да, хоть какие-то антитела, что да, это вирус, там, сейчас ковид на меня, и я могу бороться, я могу легко переболеть, потому что и после вакцинации, да, болеют, и через какой-то промежуток времени, мы в большом коллективе, когда смотрим, кто у нас там заболел ковидом, не ковидом, все равно до госпитализации не доходят, то есть это слава богу, это сейчас все скептически относились к вакцинации, тем более она новая, да, вакцина, но сейчас уже почти, да, год, как все уже увидели, все видят, каждая, наверное, семья столкнулась с этим, надеюсь, что в этом году, вот сейчас, который начнется, люди начнут не просто уговорами приходить, а семьями приходить, сами уже осознавать, что это нужно сделать, чтобы больше не повторялось, чтобы работать можно было спокойно, ребенка можно отводить там в сад, школу и не беспокоиться. Еще тоже хочется отметить, очень часто, да, у нас, как бы, пациенты как размышляют, я уже переболел, мне не нужна прививка, у меня уже есть защитные антитела. Сразу хочу отметить такой момент, что у нас сейчас очень часто начали регистрироваться повторные случаи заболевания, поэтому то, что вы переболели, совершенно не говорит о том, что больше вы никогда не заболеете. А повторно можно переболеть совершенно иначе, чем первый раз? Конечно, можно переболеть в более тяжелой форме, конечно, конечно. Иммунитет падает, антитела падают. Если, тем более, первый раз, например, в более легкой форме переболел пациент, как правило, иммунный ответ у него не очень высокий. И это все в течение полугода на нет уходит. Естественно, а те пациенты, которые переболели, тяжело переболели, у них, как правило, больше иммуноглобулинов, то, что они перенесли заболевание. Но это, опять-таки же, не говорит. То есть у нас с вами тоже есть четкие рекомендации, что после болезни мы смело можем, даже при наличии антител, прививаться от ковида через полгода. И после заболевания также, не проверяя, не контролируя никакие антитела, мы можем смело прививаться от ковида также через полгода, после того, как пациент переболел. То есть это необходимо делать. Сейчас, слава богу, у нас есть такие ответственные предприятия, и пациенты, жители города, когда уже второй раз приходят на вакцинацию. То есть первая вакцинация была у них в декабре, в апреле, в марте, в начале лета. Сейчас по истечению в конце весны, в начале лета, по истечению шести месяцев, то есть люди уже записываются на повторную. Они понимают, что это необходимо. Они прочувствовали на себе то, что первая вакцина... Очень много, кстати, пациентов у нас ради своего интереса даже проверяли наличие иммунного ответа после вакцины. И оно на самом деле есть. То есть вот так, чтобы я привилась, ничего не... Естественно, да, всех проверять мы в рамках ОМС не можем. То есть это не предусмотрено программой госгарантии проверять, так же, как и некоторые, да, знаете, как у нас. Вот вы мне сделаете анализ, если у меня нет, тогда вот я привьюсь. Но мы же никогда не проверяем свой иммунитет, антитела, когда мы прививаемся, да, от того же гриппа, от каких-то по календарю, то, что у нас по национальному календарю вакцинации. То есть это все... Есть определенные сроки, когда это надо необходимо делать, есть определенный план. То есть как бы необходимо, полгода прошло, мы идем и прививаемся. И не ищем никаких для себя отговорок. И, соответственно, да, мы должны все-таки, я еще раз повторюсь, ну, если не хотите вы о себе позаботиться, по крайней мере, вот свою семью, еще раз, наверное, вот акцентирую внимание, что сейчас три ребеночка, которые у нас находятся в стационаре, родители не привитые. И даже об этом не задумывались. Вот они знали, что, как поначалу, да, у нас, слава богу, это инфекция, детишек никак не касается максимально, это 37 температурка, небольшой кашель. К сожалению, сейчас ситуация немножечко уже другая. Ну и последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это выездная вакцинация. Как она вообще организовывается? Куда нужно подавать заявку? И только ли крупные предприятия могут рассчитывать на выездную вакцинацию? Нет, не только крупные, организации обычные. Единственное, что для учреждения здравоохранения, это, конечно, количество играет роль. То есть не 20-30, а желательно от 40-50, потому что это также затрачивается время медицинского специалиста, который формируется, бригада, да, и с поликлиники приезжают, там, с приема, не с приема, да, берется врачи, также болеют, поэтому, чтобы это не было потрячено время, собираются заявки, это через номер 75-0017, отдел по взаимодействию, учреждения здравоохранения мы формируем, согласовываем с учреждением, передаем данные в учреждение, какой специалист приедет, если это зона там закрытая, на какой машине, какая вакцина, тоже пожелания учитываются, да, рассказываются, еще раз информируются, некоторые даже спрашивают, а возможно ли еще врач-терапевт еще приведет беседу дополнительно с теми, кто на данный момент, например, отказался, но готов послушать, еще раз там привести аргументы, поэтому всех записываем, всех ждем, непосредственно, это самый удобный сейчас способ, потому что вы понимаете, что сезон урви в разгаре, очереди есть, да, конечно, всем не хочется сидеть в очереди к терапевту или к педиатру, а тут сам руководитель организации может устроить такие хорошие условия для своих же сотрудников, потому что, я думаю, сейчас у руководителя все увидели, что кто-то начал заболевать, подхватил другое, кто рядом, идут на больничный, руководителю это тоже как бы невыгодно, и самому человеку, мы как вот, да, обычные работники, немедицинские смотрим, стоимость лекарств тоже, да, мы начинаем пить все подряд, усугубляем свое состояние, не любим обращаться, да, но что тут стоит, да, сделать вакцину, почитать хотя бы еще какие-то там документальные информации, посмотреть специалистов там выше, да, есть профессоры, которые выкладывают доступ в интернет, сейчас открыт, да, у всех, и статьи, и изучение, другие страны посмотреть, потому что страны-передовики, да, которые привели вакцинацию уже порядка 80, за первые полгода в настоящее время не уходят сейчас, да, на какие-то карантинные меры, а у нас это все может приблизить к тому, что что-то будет предпринято, если у нас большое количество населения сейчас будет на больничных листах. Нет, уж болеть не хочется, поэтому давайте каждый сам сделает правильный вывод и поступит так, как считает правильно, как вы говорите, помнит о своих близких. Спасибо вам большое за то, что были сегодня у нас в студии, ответили на все вопросы. Пожалуйста, не болейте сами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова